Приветствую вас! Приветствую вас в прямом эфире. Я Максимов Максим и рядом со мною Лариса Максимова. Слава Богу. Мир вам драгоценный. Добро пожаловать в нашу интернет-общину Дом Веры. Те, которые только что присоединились. Если вы хотите попасть на сайт нашей интернет-общины, где люди могут комментировать, писать, то, пожалуйста, прямо сейчас наберите домверы.ру и вы сможете комментировать. Я вот сейчас захожу туда и смотрю, на Доме Веры уже сидят люди, уже комментируют. Лариса из Кирова, Дмитрий из Воронежа, Яна из Москвы, Ольга из Караганды, Георгий из Нальчика. Всех приветствую. Всех-всех-всех приветствую. Шахназа, сестра, мир тебе. Всех приветствую любовью Господа. Благословляю. Очень-очень рад, что вы есть. Игорь Анулов, Лариса Иллиот из Ричмонда. Пусть Бог благословит вас. Всех, кто там, я даже не смогу всех увидеть, всех, кто комментирует, я говорю благословение над вами. Держитесь за Господом, все будет хорошо. И я верю, что у вас будет великое будущее с Господом, потому что если вы с Богом, то все будет хорошо. Еще раз хочу пригласить всех людей в Израиль. Если вы хотите поехать со мной в Израиль, то сделайте это немедленно. Нужно зарегистрироваться в cnl.tv. Зайдите туда, на сайт cnl.tv и зарегистрируйтесь. Вот и с этой стороны. Зарегистрируйтесь на cnl.tv. Мы поедем в Израиль. У нас будет автобус. Я буду с вами проводить время. Будет потрясающая атмосфера, радости и жизни. Ты знаешь, Максим, ты сейчас заговорил об Израиле, и я вспомнила, я уже несколько лет не ездила с тобой в Израиль, и вспомнила те первые поездки, и у меня их было несколько. Я всегда с удовольствием вспоминаю то время, и хочу, дорогие друзья, тоже присоединиться к этому приглашению и пригласить вас. Это будет незабываемое впечатление на всю вашу жизнь. Всегда, когда вы будете читать Писание, потом вы будете просто вспоминать, оно будет оживляться в вашем воображении, в вашем воспоминании. Эти картинки, вот они просто стоят передо мной, и я просто вдохновляюсь, когда читаю, когда вижу эту историю Давида, Голиафа, когда, особенно, конечно, когда Иисус. Иисус шел по этой дороге Виа-Долороса. Иисус был на том месте, где вы будете стоять и смотреть на эту Голгофу, где был вознесен Иисус. Вы будете стоять возле гробницы, вы будете принимать там вечерю. Это просто замечательно. Будете переходить через Иордан. Ну, не переходить, но рядом в Иордане точно вы его увидите, попробуете, вы посмотрите. И кто-то из вас может принять водное крещение в Иордане. Это замечательное, замечательное время. Прекрасные автобусы комфортабельные. Перевозят с одного места на другое. Тур очень интенсивный. Интересно попасть в эти туннели, где, которые, как они, Иаков, Иезеки, когда они проводили воду. Это очень интересно смотреть. Массада. Также есть походы на Массаду. Это очень интересная крепость, которая... Мертвое море, Красное море, Галилейское море, Средиземное море, Иордан. Короче, море, куча морей. Ирусалим, истена. Смотреть на Иерусалим с горы Елеонской. Потому что на эту гору придет Иисус. Его ноги встанут на эту гору. Вы придете, вы постоите там, вы переживете это, скажете, о, сюда придет Иисус. Его ноги ступят сюда. И Царство, Тысячелетнее Царство придет на эту землю. И слава Божья наполнит всю землю. Ой, замечательное время. Считали все про это. И вдруг своими глазами. И сами будете там присутствовать. То есть это обязательно нужно каждому посетить. Да, где апостолы ходили. Чтобы вас благодарить Господа. Чтобы прославить Господа и выразить благодарность. Благодарность. Знаете, когда один человек пришел, говорит, а за что мне Бога благодарить? Я говорю, ну за то, что Бог вывел народ из Египта. Он говорит, а это-то при чем? Я говорю, ну он же вывел народ из Египта. Я говорю, ну, он говорит, ну и что? А мне такое дело. Как? Возблагодари Господа. Найдите тысячу причин возблагодарить Господа. Оказаться на том месте, где был Иисус физически. Представляете, стоять на той же горе, где Иисус стоял, и где он вознесся, и куда он вернется. И это потрясающе. Населенской горы. Это мило. Быть на Галилейском море, где он ходил, где он с рыбаками общался, и в тех городах, где он исцелял, Капернаум и там другие. Это потрясающе. Я вас ободряю. А заплыв на этой лодке, на Галилейское море, это вообще тоже потрясающе. Когда вспоминаешь, как Петр шел по воде. Мы заплываем на середину моря и начинаем славить Бога, благодарить, хвалить Его, прославлять Его имя. Это такое благословение. Ты понимаешь, что здесь Петр переступил борт лодки, пошел по воде. Конечно, этого делать не нужно. Но просто вот это вот воспоминание, эти понимания духовные, понимания духовные. Гора Кормил, где Илья принес всесожжение, где упал огонь и пожал жертву, и пророки Вала были постромлены. Молитва за Израиль, за Иерусалим. И по Армагеддонской долине проедем и посмотрим, где будет последнее сражение. Дорогоценные, когда вы окажетесь в Израиле, и где бы вы ни казались, нужно благодарить Бога. Вы знаете, Писание об этом очень четко говорит о благодарении Богу. Благодарите Бога. Есть потрясающее место из Библии. Давайте откроем его. Первое фессалонкинцы, пятая глава. Пожалуйста, открути. Это ключевое коронное место, на котором мы часто основываем. Основываем, да. Там вообще как бы о характере. Первое фессалонкинцы, пятая глава. И давайте начнем читать с 14 стиха. Начинается со слов. Умоляем вас, братья и сестры, вразумляйте бесчинных. Вразумлять, значит, увещевать, учить, наставлять, уговаривать, убалтывать. Вразумляйте бесчинных. Это значит беспорядочный, своевольный, такой свободный, такой неподчиняющийся порядку. Бесчинных. Утешайте малодушных. Вот здесь тоже. Что значит утешать? Это значит успокаивать. Это значит, ну, тоже говорить, но только приводить их. Малодушные. Это кто такие малодушные? Знаете, Лариса, кто такие малодушные? Скажи, кто? Трусливые, нерешительные, люди, которые думают, что они слабые, малодушные. Это те, которые... Неуверенные, да, в себе? Да, сто процентов. Они настолько не уверены. Они настолько... Вот они вот не знают, в каком направлении двигаться. И вообще никогда ничего не знают. А что случилось? Что случилось? Им все время нужно объяснять. Ну, малодушные. Утешать их нужно. Не кричать, а утешать. Дальше, продолжаем 14 стих читать. Поддерживайте слабых. Поддерживайте. Поддерживать это значит укрепить, держаться, вдохновлять. Слабый это немощный, нездоровый, больной, слабый. Поддерживайте слабых. Будьте ко всем долготерпеливы. Да, да, да. Долготерпеливы ко всем. Обладать выдержкой надо. У нас как бы часто бывает так, что мы недолготерпим. Ну, что он такой слабый? Ну, когда он уже станет сильным? Ну, что он такой малодушный? Ну, когда он уже укрепится в Господе? А Господь говорит здесь нам, будьте долготерпеливы ко всем. Потому что Бог любит всех своих детей. 15 стих. Какие бы они ни были. 15 стих. Смотрите, чтобы кто кому... Смотрите. Нужно смотреть, наблюдайте, смотрите. Чтобы кто кому... Чтобы кто кому не воздавал злом за зло. Когда тебе зло делать, я тебе так хочется. Сейчас я тебе... Зло сделаю. Но всегда ищите добра друг другу и всем. Не только друг другу. Да. Воздавай. Смотрите. Хочется. Ведь он мне сделал зло. Если тебе кто-то сделал зло. Что надо сделать в ответ? Что ты смеешься? Вспомнила ситуацию одну. Не воздавайте злом за злом. Не воздавайте злом за злом. Но воздавайте добром. Воздавайте. Ищите добра. Ищите добра. Друг к другу и ко всем. То есть, наоборот, ищите возможности сделать добро друг другу и всем. И дальше. Всегда радуйтесь. Всегда радуйтесь. Это 16 стих. Непрестанно молитесь. О, да. Аллилуйя. За все благодарите. Ибо такова вас воля Божия. Во Христе Иисусе. То есть, о нас есть воля Божия, чтобы мы за все благодарили. Или вообще, это все, что сказано выше. Я не знаю. Как ты думаешь, здесь ибо такова вас воля Божия, только непрестанно благодарите или обо всем, что выше сказано? Я думаю, обо всем, что выше сказано. Я думаю, что это воля Божия о нас. Такова воля Божия о вас, о том, что сказано. Всегда радуйтесь, за все благодарите, не престанно молитесь, не воздавайте злом за зло. Это воля Божия о нас. И благодарность тоже воля Божия, чтобы мы были благодарны. За что? За все. А я не хочу за все благодарить. Вот поэтому мы сегодня эту тему и подняли в эфире. Что нам трудно за все благодарить. И поэтому есть другой текст Священного Писания, который нас вразумляет, почему мы можем за все благодарить. Моя точка зрения такова, что Писание говорит нам об этом. И я бы хотела сделать ссылочку на Римлянам, 8 главу. Так. 28 стих. Римлянам, 8 глава. Римлянам, 8 глава, 28 стих. Апостол Павел обращается и описывает тут духовное хождение по духу. И 28 стих говорит нам вот что. При этом, при том, знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Так. Призванным Богом, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Я бы хотела соединить... А если я скажу, что я не призван? Места, два места Писания. Если человек уже согласился и узнал, что Иисус Господь, Он уже призванный. А если человек, ну, например, он не в духе? Еще во плоти? Да. Любящим Бога. Ну, он любит Бога, но не совсем. Если он любит Бога, любящим Бога, и Бог его любит. Ну, смотри, здесь сказано условие. Все содействует ко благу, любящим Бога, призванным по Его изволению. Вот человек говорит, не знаю, люблю Бога или нет, и не знаю, призван я или нет. Вот ему содействует все ко благу. Его нужно утешать, о чем мы читали, наставлять, ободрять, чтобы он поверил, что Бог его любит, что он ценен для Бога, что он важен. Не знаю, куда смотреть, в какую камеру. Никакая камера, отключили все камеры. И любит Бога, и Бог любит Его. В первую очередь, почему мы знаем, что мы можем любить Бога? Потому что Бог любит нас, Он первый полюбил нас. Поэтому призван, притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его воле, раз мы призваны уже Богом по Его воле, Он, значит, нас любит. Поэтому очень важно открыть для человека Божью любовь, чтобы человек знал, что Бог его любит. И когда он знает, что Бог его любит, тогда он понимает, что? Согласиться с тем, что любое обстоятельство в его жизни... Все содействует ко благу. Другими словами, даже если плохие вещи, которые происходят, они ко благу. Значит, эти вещи ко благу, и Бог обернет их во благо. Если произошла какая-то ситуация в жизни, и кажется, что она абсолютно нам не подходит, она нам не нравится, она приводит нас в смущение, в панику, в страх, то если мы понимаем, и если мы доверились, что Бог нас любит, и доверились его воле, то значит, это нам содействует ко благу, и обернется к победе и к славе Божьей. И вот здесь вот я читаю, читая заново Псалом 138, вижу, как Давид размышлял над этим тоже, и он пишет это в 138 Псалме. И посмотрите, какие потрясающие слова Давид открывает нам в этом Псалме. Господи, ты испытал меня и знаешь, ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю, ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли я, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на меня руку твою. Дивно для меня ведение твое высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего куда убегу? Взойду ли на небо, ты там, сойду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья заре и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня, десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя. И ночь светла, как день, как тьма, так и свет, ибо ты устроил внутренности мои, соткал меня во чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Посмотрите, какие слова выражает Давид. Он понимает, он получил откровение о том, что Бог везде с ним, и куда бы он ни пошел, Бог никогда не оставляет его. И если мы совместим и посмотрим два этих стиха, мы посмотрим Псалом 138, главу 8 Римлян, мы увидим, что дальше в римлянах написано «Если Бог за меня, то кто против меня?» Бог за нас. И когда мы понимаем и принимаем эту истину, что Бог за меня и любые обстоятельства, которые приходят в мою жизнь, они содействуют мне ко благу, и я еще не все понимаю, почему ко благу. Но, например, Мария Иосиф, Мария беременная, и она уже на последнем сроке, они живут в Назарете, и вдруг приходит повеление Кесаря. Вообще. Нужно зарегистрировать всех граждан Римлян, всех граждан Израиля. Все должны срочно вернуться на те места, где они родились. Наверное, переход спровоцировал начало родов. Вау! Беременной женщине. Это некомфортабельный какой-то автобус или там реанимационный какая-то. Надо ехать на осле. Нужно делать длинное расстояние. И в это время они едут. И казалось бы, что это, Господи, ты же благословил, чтобы это дитя родился. Почему такие трудности должны прийти? И Господь переводит их из Назарета в Иплием. И это путь. Сколько там по времени? Вот мы говорили про Израиль. Там большое расстояние. Пешком, если идти. Больше двое суток, наверное, идти. Нужно идти, да? Нужно ехать. Нужно делать привалы. Нужно где-то останавливаться. И беременная женщина. И Осип везет ее. И представляете, они приезжают. Господи, это же твое дитя. Приезжают в город в Иплием и не могут найти гостиницу. Вау! Как это? Я же должен быть хорошо устроен. Бог обо мне должен позаботиться. Но Писание говорит нам, что все содействует ко благу. И в этих таинствах есть некое благо. Господь через это вкладывал свои образы. И сегодня мы, когда читаем эти писания, мы вдруг видим, как эта картина, она соединилась в единую целую картину. Когда Бог привел эту семью туда. Ребенок должен был родиться. Ребенок родился в яслях. И все это для нас прообразы. Конечно, Марии и Иосифу им нужно было смиряться. И они доверяли Богу. Я уверена, в их сердце не было бунта. Давид начинает этот псалом с того, что говорит, ты испытал меня и знаешь. Господь знает, испытывает нас. И смотрит на нашу реакцию. Доверяем ли мы ему в этих сложных ситуациях, которые приходят в нашей жизни. То есть, другими словами, трудные времена приходят к нам, чтобы выявить лучшее и выявить в нас благодарность, найти в нас благодарность. И трудные времена придут к благословению. Приводят к благословению. Потому что я думаю, что дьявол, он хочет, он князь мира сего, он хочет нам навредить, он хочет разрушить нашу жизнь, разрушить нашу веру. Но когда мы стоим в вере, когда мы продолжаем исповедовать и благодарить Господа, тогда дьявол находится в посрамлении, а имя Бога возвеличивается. В последнее время наступят времена очень тяжкие. Откройте, пожалуйста, Тимофею, послание второе. Второе Тимофею, третья глава. Это в Новом Завете находится. Второе послание Тимофею, третья глава. И начнем с первого стиха. Знай же. Знай. Хорошо, буду знать. Что в последние дни наступят времена тяжкие. У нас, знаешь, что в последние дни наступят времена тяжкие. У этого катастрофа. Люди будут семилюбивы, сребролюбивы, деньги, 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 самовлюбленные, гордые, надменные, злоретичивые, матершинники, родителям непокорны и неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглецы, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид христиан, благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. Одной из характеристик, что они будут злые И они будут неблагодарные Они будут неблагодарные Неблагодарные Морды неблагодарные Знаешь, Максим, мы как-то Не помню, на какой-то проповеди, по-моему Да, это я упоминала Что иногда мы читаем тексты Писания Вот так грозно, как ты читал сейчас А как их читать? Мне кажется, апостол Павел, он просто предупреждал Предупреждал Тимофея Потому что Писание продолжает Говорить нам о том, что Зоречивый, вылез ластолюбивый, нежели боголюбивый Нет, я думаю, что Если вот так читать Я не согласен Как-то читать таких Хамло Хамло же, вот это все такое, которое читаешь Последнее время Иисус научил нас любить даже врагов Конечно, взял кнут и вошел в храм И пошел разгонять Миновщиком И кричать Что вы устроили в доме моем? Да, я вижу, что эти тексты Нас предупреждают о том, что Времена тяжкие Это тяжело Когда рядом находятся такие люди Неблагодарные Вот тяжкие времена Именно в том, что вот эти люди рядом с нами Вот такие И сейчас мы можем это видеть вокруг нас Мы можем видеть таких людей Их больше и больше Кстати, во времена Иисуса тоже было неблагодарных Тоже много Да, это пороки греховной природы человеческой Так само собой разумеется А ну так и должно быть Вспомните историю, когда Иисус исцелил 10 прокаженных Луки 17 глава 11 стих Луки 17 глава Это Новый Завет 11 стих Прочитаем оттуда Написаны такие Еще раз Луки 17, 11 Идя в Иерусалим Он проходил между Самарией и Галилеем И когда он ходил в одно селение Встретили его 10 прокаженных Они были рядом с селением Они не могли входить в селение Такое правило было Они должны быть снаружи Которые остановились вдали Они знали свое место Будь всегда вдали Прокаженные держались вместе кучкой Легче было выжить Легче было продержаться Потому что если они по отдельности Они были беззащитны И громким голосом кричали Иисус наставник помилуй нас Увидев их он сказал Пойдите покажите священникам И когда они шли очистились Один же из них видя что исцелен Возвратился и громким голосом Прославляя Бога Пал ниц к ногам его Благодаря его И прославляя Бога Это был не еврей Это был самарянин Он пал ниц Благодарил и славил Бога Знаете Когда Иисус Следующий стих Тогда Иисус сказал Не 10 лет отчислились Где же 9 Где же 9 Вот этот вопрос Где же 9 Ты знаешь Пока ты читал Вот этот текст Писания Я прочитала дальше Что написано Второе Тимофея В 3 главе И здесь Апостол Павел Я вижу что он противопоставляет Он показывает Какие люди будут в последнее время И он говорит Таковых удаляйся То есть Если люди Пришедшие ко Христу И они не меняются Они остаются в таком состоянии Апостол Павел говорит Тимофею Ты удаляйся от таких людей И поясняет дальше И сравнивает этих людей С Иоаннией и Амрием По которые противились Моисею Есть люди Которые характер не меняется И они стоят в противлении Вот как у Моисея были эти люди Которые ему противились Не подчинялись его власти Не подчинялись тому порядку Который установлен церкви Я верю что это не говорится О диктатуре Со стороны пасторов Служителей Это просто идет предупреждение Что есть вот такие люди И дальше апостол Павел говорит А тебе таким Он Тимофею пишет Служителю Божьему Он говорит Тебе таким быть не нужно Посмотри Тебе нужно быть другим И дальше он перечисляет И дальше он говорит А ты последовал мне в учении Жизни Расположении Вере Великодушии Любви Терпении И дальше Он описывает Вот это перечисляет Что очень важно Последовать тому Чему учил Иисус Не быть Человеком Который вовлечен Вот в такую плотскую природу А отойти От той плотской природы Отказаться от нее Сказать Я не хочу быть Таким Каким вот перечислили Предыдущие стихи Этой третьей главы Но я хочу Как Павел говорит А ты последовал мне То есть Наша задача Последовать Жизни Иисуса Жизни учеников Жизни апостолов В расположении В вере В великодушии В любви В терпении В гонениях В страданиях И так далее Апостол Павел Это все описывает Как все писание Бога Духновенное И дальше он говорит Что оно полезно нам Я верю Что вот это Я знаю Что вот этот вот стих Эта глава Это все перетекает Одно в одно И заканчивается тем Что Все писание Бога Духновенное И полезно Для научения Для обличения Для исправления Для наставления В праведности И заканчивает он тем Что да будет Совершен Божий человек Ко всякому доброму Делу приготовлен Та природа Которая унаследована Нами от отцов От греховной Нашей сущности Она должна быть Оставлена То что в начале Мы прочитали Какие люди будут В последнее время И к чему нас Зовет апостол Павел Да будет совершен Божий человек Приготовлен Ко всякому доброму делу Вот к чему призвал Нас Господь И как мы читали Фессалоникийцам Те кто молится Непрестанно молитесь Всегда радуйтесь За все Благодарите Филиппийцам Четвертая глава Так Мы сегодня очень хорошие У нас прямо Такие сказаны Хорошие слова Филиппийцам Четвертая глава Это вновь заявить С шестого стиха С шестого стиха написано Как открывать свои желания У нас есть желания У нас есть просьба Это потрясающие Да Господи Да Господи Помоги нам Ума Он направит Сердца ваши И мысли ваши Во Христе Иисусе Казалось бы Я хочу Чтобы Бог дал мне ответ Но Бог сказал Открывайте свои желания С благодарением И Он направит Ваши сердца Слава Господу Ну что Драгоценные Еще одно место Колосиным Колосиным Вторая глава Недалеко Прям находится Колосиным Вторая глава Колосиным Вторая глава Шестого стиха Посему вы Не так приняли Колосиным 2 Шесть Посему Как Вы приняли Христа Господа Так и Ходите в нем Будучи Укоренены Утверждены В нем И укреплены Вере Как вы Научены Преуспевая Вере С благодарением Преуспевая В ней Вере С благодарением Нужно Преуспевать Вере с благодарением. Люди дорогие, преуспевать в вере с благодарением. То есть получается, что когда мы благодарим, мы будем преуспевать в вере. Почему? Вот я бы такую математическую формулу здесь бы, наверное, вывела, что если мы благодарим Господа за все, значит, мы доверяем Ему нашу жизнь, значит, мы верим, что Он нас любит, и наша вера, она будет расти. В расти в каждой ситуации. Я думаю, что благодарение также является формой смирения. Если ты человек не благодарит, это форма гордости. Неблагодарный и гордый, это, скажем, гордость, одна из ее составных это самовоспевание, самопрославление, ожидание хвалы, упертость. Упертость, да, и неблагодарность, это одна из характеристик гордости. Когда человек упирается, противится, вот как мы читали, и они этот, и кто там, и амбрит. А когда мы говорим о смирении, одна из форм, показывающих наличие смирения, благодарность. Да. То есть, благодарность тебе нужно заставить, и кого-то похвалить, и кому-то сказать, пусть Бог благословит тебя. Другими словами, благодарность, это форма смирения. Вспомните, мы с вами говорили пару дней назад о царе на Мухадоносоре, который вышел и сказал, велик я, какое царство я построил, как прекрасно, как я все устроил, какой я царь. И все говорили, о да, о да, ты велик, ты такой, ты самое сильное государство, у тебя самая сильная армия, ты величайшая, ты самый духовитый, ты такие, у тебя корни духовные, ты Вавилон поднял. И он такой, я величайший из императоров, да, и я сделал. И все люди говорили, ты гений, ты гений, ты гений, ты, как мы без тебя, на Мухадоносор, как мы выжим, нет на Мухадоносора, нет Вавилона. Вот, и вы знаете, и когда вот посреди всего этого, он еще ходил, говорил и хвастался, и, ну, любовался произведением, он действительно достиг очень многого, и был не маленький царек, был действительно большой царь. Вы знаете, что случилось? Бог сказал, чего, ты там умный, да? И такой, Бог какую-то штучку включил в мозгу, Мухадоносора, и дух бычий на него пришел, и он стал как бык ходить, космо-оброс, ногти выросли, и он ходил, мычал, жрал траву, на улице, семь лет, да, семь лет, Да, семь лет. Семь лет. Он находился в этой ситуации. Ужас. А мне, знаешь, что удивительно, ну, ладно, это уже не по теме, почему его сохраняли все еще, его вельможи. А царь? А царь? Это царь, кто поднимет руку на царя? Ну, с другой стороны, удобно, когда царь сошел с ума, ты можешь делать, что хочешь. А царь еще забылся, а царя нельзя убить, там нужно, чтобы он умер. Знаете, вот скажем, в демократических странах его перезбирают, да, а в странах демократических ждут, пока он не умрет. Помнишь, в Советском Союзе, пока не помрет Брежнев, он уже все ничего не соображает, а он все равно еще держит его. Вот, и как помрет, то все, следующего и следующего. Пока не помрет. это уже отступление от темы. Ну, кстати, во многих странах сейчас, пока президент не умрет, он будет там сидеть. То есть он вечный президент. Так вот, когда мы говорим о благодарных, семь лет, и вот когда он в конце поднял глаза свои, разум его вернулся к нему, и он стал славить, благодарить, хвалить. Прочитайте, какую хвалу Навуходоносор устроил Богу. Он сказал, все люди ничто, только ты все, и преклонится пред тобой. Он такую славу Богу воздал. Богу было, наверное, приятно, но все-таки Навуходоносор осознал очень большую часть, что он ноль. Семь лет житья в траве среди там роса, рошал его, это нечто. Возблагодарить Богу. Славь Бога. Хвали Бога. Давайте закончим этот эфир благодарностью. Помолимся и возблагодарим Господа. Благодарим тебя, Господь. Иисус всегда учил нас благодарение. Он сам благодарил Отца. Благословляем тебя. Поднимал перед Ним. Благодарим тебя, Господь. Аллилуйя, Отец, во имя Иисуса, мы благодарим тебя. Господь, мы благодарим тебя за все обстоятельства в нашей жизни. Мы благодарим тебя, Господь, что бы ни происходило. Мы верим, что все это ко благу. Благодарим тебя, Господь. Благодарим тебя, что твоя рука над нами. Что ты хранишь нас, Господь, как воспевал тебе Давид. Что куда бы мы ни пошли, везде ты с нами. Ты хранишь, ты все наши слова знаешь наперед, все наши действия, поступки, потому что ты абсолютно великолепный, совершенный Бог. И мы доверяем тебе нашей жизни, мы доверяем тебе наши пути, наши семьи, наших детей, наших мужей, жен, родителей. Мы доверяем тебе, мы благодарим тебя. Слава, слава, слава тебе. Благодарим, превозносим тебя. Славословим имя твое, Господь. Превозносим тебя выше всего, Господь. За то, что ты ведешь нас, ты знаешь, что все это ко благу. Слава тебе, честь, хвала, благодарение тебе, Господь. Превозносим Тебя Благодарим, хвалим, воспеваем Удивляемся, восхищаемся делами рук Твоих Знаем, что Ты не оставишь нас никогда Как Ты раньше не оставлял Так и сегодня Ты нас не оставишь И завтра нас не оставишь Поэтому мы благодарим Тебя Благодарим Тебя за телеканал СНЛ За каждого Те, кто смотрит нас в общине Дом Веры Благодарим за наших братьев и сестер Спасибо Тебе за все Аминь Господь, да будет имя Твое прославлено Преклоняемся пред Тобой И благодарим Тебя Благодарим Тебя, Господь Аминь Мы благословляем Вас Сегодня с Вами в эфире был Максим И Лариса И мы все еще Максимовы Любим и ценим Вас Ждем Вас каждый день в прямом эфире в Доме Веры И хотим сказать большое спасибо Всем нашим партнерам, друзьям Всем тем, кто поддерживает нас Всем, кто участвует Своими десятинами и приношениями Ваши десятины помогают нам распространять Евангелие По всему земному шару Поддерживайте Ваш СНЛ Дом Веры Поддерживайте наше служение Чтобы Евангелие распространялось Нам от Вас ничего не надо Но если Вы поддерживаете СНЛ Вы поддерживаете проповедь по всему земному шару Сегодняшняя проповедь идет во многих странах мира 250 стран мира получают и люди переживают благословение Спасибо за поддержку Спасибо за участие Спасибо за верность Вы не только слушатели Которые просто слушают Но Вы исполнители Слово Божьего Вы делаете Божьи дела Да пребудет с Вами Господь Да благословит Вас Господь Держитесь за Господа И знайте, что с Богом все возможно С Богом Вы победители Хвала Иисусу Христу Аминь, аминь, аминь Благодарю и благословляю Вас Всем пока Дорогие друзья А сейчас Вы можете пройти на мой YouTube канал Максим СНЛ И посмотреть эти и другие проповеди Спасибо за Ваше внимание И за Ваше участие Субтитры сделал DimaTorzok